Обычно в селекции начинается история джаза, значит, надо обсудить, что же такое джаз. Сразу скажу, мы об этом поговорим в конце, потому что никто до сих пор этого не знает. При первых прослушиваниях организм проявляет сопротивление, но со временем привыкает. Очень характерная черта в любом афроамериканском фольклоре – это перекличка между солирующим голосом и между хором. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Коленька, это же наш вектор Николай. Я так рада тебя. Я как раз воспользовалась твоим отсутствием. Рассказываю очень продробно про негритянские ритуалы вуду. В принципе, блюз – это музыкальная форма, это определенная гармоническая структура из четырех аккордов, как правило. 1865 год, окончание Гражданской войны. Линкольн, кстати, был во главе страны. И в 1897 году Сидней Стори решил массовые беспорядки в городе упорядочить таким образом, чтобы в одном районе, в одном определенном районе города собрать все кабаки, бары, как это называется, чтобы культурно звучал, бордели. Это литература, надеюсь, слова. Вот, в общем, все, что мешало культурному времяпрепровождению белого населения, все ушло в район, который в честь этого же человека назвали Стори-Виллем. Стори-Виллем – все эти бары, рестораны и бордели, конечно же, были оснащены очень плохими, ненастроенными, нерояльными фортепиано, за которыми, конечно же, начали восседать черные музыканты. И этот фортепиано-стиль, который основан как раз на синкопировании, на этом смещенном ритме, он заложил основу всей ритмической структуры в будущем джаза. Вот, например, любимый мой музыкант, авангардист, советский Сергей Курехин утверждает, что слово «джаз» – это трансформированное имя ватуистской кровавой богини Айзам, в честь которой отрезали голову петухам и так далее. Чтобы, не дай бог, никто не спер, и когда ему предложили сделать запись, он сказал, что я больной, чтобы потом кто-то слушал, еще играл так же, как я, снимал мою музыку. То есть был шанс у черного музыканта оказаться первым на грамм-пластинке. «Байдз Болдера». Спасибо, спасибо. Вот видите. Но в 30-е годы уже появились большие площадки. Джаз уже стал танцевальной музыкой, и появилось очень много клубов, где игралась эта музыка. Были звезды, которые уже по всей стране перемелись со своими концертов, и не только. Джаз немного стал перебраться во Францию, в Европу. Это все очень сильно загорелось яркими красками. Трамбот. Очень легко запомнить. Насос. Ту-ту-ту-ту. Вот. Кто у нас великий тромбонист? Блендингер у нас великий тромбонист. А вот эта штука – это труба. Да. Сама испугалась. Это труба. А сейчас будет самое главное. Это кларнет. Который Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла у Клара кларнет. А это корнет. Не который корнет, а боленский, налейте вина. А замечательный два разных музыкальных инструмента, которые все путают. И я хочу, чтобы вы гордились тем, что вы знаете, что они отличаются в его кадре. Это кларнет, а это корнет. В сороковых годах был настоящий перелом этой музыки. Если до этого она была танцевальная и увеселительная, то в сороковых годах она стала интеллектуальной. Она усложнилась. Появились быстрые ритмы. По те, которые невозможно было танцевать. Можно было только слушать. Изощренные возможности в гармонии на тот момент, сейчас, понятно, это уже не так уж сложно, но на тот момент это было очень усложнено, потому что гармония игралась в два раза быстрее. Невозможно, не успеваешь ноту брать, а гармония уже меняется. Николай, с вашего позволения, пока вы не начали очень активно рассказывать про музыкальное извращение сороковых годов, я хотела продемонстрировать парочку знаменитых оркестров тридцатых. В транс, в который входишь, когда слушаешь музыку, вот эти сингвы оркестра, все музыканты, они пытаются создать эту атмосферу. Чем она космическая, тем круче. Потом, когда закончится, можно переходить к сороковым годам? Да, конечно. Потом, в сороковых годах, с того, что стало? Вторая мировая война. Да, в это время что было? Война. В Америке. Надо немножко рассказать о гармонии вообще, о музыке, что с ней произошло в сороковых годах, чтобы вам было более понятным картинам. Если в танцевальных мелодиях тридцатых годов оркестров можно поймать какое-то ощущение, чтобы встать и пойти танцевать. Поймать все на мысли, что у тебя нога дает. Я про это ощущение. Придумали школы целые танцы, как танцевать по джаз, по свинг, и до сих пор это делаю. Фокстроты и так далее. В сороковых годах специально музыку усложнили, для того, чтобы она стала более интеллектуальной. То есть усложнили гармонию, стали играть с ней быстрее. Это та же самая гармония, с ней особо ничего не происходило. Просто играли в два раза быстрее, в три раза быстрее. И сосредоточили свое внимание на подчеркивании краски звучания каждого аккорда. Пытались его с помощью импровизации подчеркнуть. И на этом воздвигалась целая школа, которую до сих пор все изучают и пытаются делать так же. Бёрд, да, птица, потому что он играл очень быстрые пассажи и очень узнаваемые такие фигуры, которые легко можно узнать. И из-за этого его называют птицей, да, фархал. Он выходил, и все не понимали, вау, как это вообще возможно. Причем он как-то пришел на джейм-сэшн и с каким-то крутым музыкантом хотел сыграть, и начал играть очень плохо, и барабанщик у него кинул порилок. Если бы не пригнулся, он бы убил его вообще. А через год этот же Чарльл Паркер вышел уже с тем же музыкантом и сыграл так, что он стал самым лучшим. Мактай. Человек просто позанимался. Отвечая на ваш вопрос, сколько нужно времени, чтобы научиться играть на саксахаре? Год. Ну, для этого надо кунти в тарелках. Ну, и переходили к ним на концерты, где они уже играли там каждый вечер. И вот на этой 52-й, ну, сохранилась вот эта атмосфера 30-х годов. То есть, ну, только с яркими джазами. Девочка, которая еще лет 13 начала подрабатывать вокалом, помимо того, чем она еще занималась, не очень хорошо. Смирно работает. Он пытался имитировать звуки своего инструмента. Вот так оно и началось. Да, можно продемонстрировать. Ну, вообще, любой духовой инструмент подражает голосу. Ну, и голоса подражали инструменту также. Ну, и сейчас можно сказать, там, группа пятница, он мне кажется, совершенно нет. Нет? Ну, и вы там поете вокалистами, изображаете, ну, в джазовом смысле это нормально. Да, вот у нас сейчас... Отличная черта от джазового вокала. Ну, стандартные направления, такие как свинг, они никуда не денутся, так же играют, так же не спорят, ну, просто немножко по-другому. Немножко по-другому, немножко по-своему, ну, по-своему. И на всякий случай добавлю, что по радио джаз не крутят джаз. Это представители джаз-роковой музыки, джаз-рок, фьюжн, братья Брейкеры, Рэнди Брейкер, Трубак и Майкл Брейкер, Кенос, испанец. Они придумали джаз-стиль, смешали вот всякие электронные музыкутиры и считаются как бы отцами джаз-рок, и Майкл Брейкер, к сожалению, умер от рака давно уже, а еще много летом 2016 года нам посчастливилось играть на фестивале вместе с Рэнди Брейкером, он приезжал с утра в Ленинске Кроке. Ну, хоть, несмотря на возраст, на то дело дают, конечно, да. Ну, не все были на команду с джазом музыки. Был, допустим, пианист. Леганый пацифист. Ну да. Все равно гениальные люди без придурок не бывают. Санни Роллинс, прекрасный саксофонист, гениальный. Сейчас, конечно, гениальный саксофонист, у него тоже был задвиг, что он не играет как бог, поэтому нужно совершенствоваться и не позориться на людях. Поэтому он многие годы там уходил играть на мостах, не выходил на сцену, потом опять возвращался, потом опять понимал, что он не бог, и уходил снова. Но, так что, истории разных музыкантов звучать тоже это очень интересно. А может быть, какие-то вопросы есть? Может, вам что-то конкретное интересует? Ну, а можно про Санни Роллинс добавить? Да. Вот он еще до сих пор жив. Это вот он с тех еще 20-х годов. И вот он еще жив. И он еще играет. Он еще играет, он еще говорит, что он еще... Я до сих пор себя ищу. Вот. Его жена закодировала, и недавно его хотели привезти в Россию. Жена сказала, что нет, нас там наливают.